Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами будем разговаривать про осветление вин. Что это такое, как оно происходит, нужно ли этому осветлению помогать. И рассмотрим основные агенты, которые способствуют вот этому самому осветлению. Что вообще такое осветление вида? Это процесс, когда оно из мутного либо мутноватого становится полностью прозрачным. И у многих виноделов существует два таких полярных мнения. Они кричат, зачем вообще что-то осветлять, все осветляется само. Ну, если человек работает все время с одним и тем же суслом, никогда не видел других вариантов, ну, он молодец, ему повезло, но это не значит, что у всех все вот так. Мы когда смотрим на улицу, нам кажется, что земля плоская, да? Но на самом деле она все-таки круглая. И второй радикальный вариант, когда еще сусло только отбродило, оно мутновато, это для него может быть вполне естественным. А уже возникает тревожность, что вот сусло мутное, оно уже должно быть прозрачное, надо что-то делать. Вот с этим как бы сегодня и разберемся. Вообще, на процесс осветления влияет огромное количество факторов, как и на многие другие процессы виноделий. И вот эти вот любители конкретики, которым вот давай четко, ребят, читайте учебники. Учебники. Вот там есть конкретика. Информации много, но найдете. Так вот, огромное количество факторов. Химический состав, сорт, от того, как мы дробили ягоду, от того, как мы с ней обращались, от того, как мы снимали с осадка. Огромное количество факторов. Конечно, есть ряд определенных закономерностей. Темное сусло, красное сусло осветляются легче. Почему? Потому что там есть танины. Танины способствуют осветлению. Светлые сусла, они осветляются тяжелее. И даже если мы им помогаем, не всегда это может быть эффективным. Есть такое понятие, что сусло не берет клей. Да, такое тоже может быть. И нам нужно выждать время. Значит, касательно того, осветлять или не осветлять, и когда, скажем так, начать бить тревогу. Когда у нас заканчивается брожение, быть для сусла мутноватым, это вполне нормально. Особенно для сусел светлых. Вот это у нас пятнат. И что такое пятнат? Это игристое вино, которое газируется благодаря тому, что недоброженное сусло со своими естественными сахарами заливается в бутылку. Надо ли мне пояснять, что пока сусло еще бродит, чаще всего, особенно светлые сусла, они достаточно мутные. Конечно, можно их и такими разлить в бутылку, но тогда у нас осадка будет в бутылке многовато, и нам с ним будет тяжеловато работать. Поэтому перед розливом мы осветляем. Вот смотрите, я сейчас возьму бутылку. Будет видно, что вот осадочек есть. Понятно, что здесь будет и дрожжевой осадок, и сусло пока мутновато. Я ее специально взбалтываю. Не надо, чтобы осадок оседал на стенке. Надо, чтобы он двигался к пробочке. Потом у меня такой импровизированный пипитр. Потом будет больше угол, будет больше сдвигаться. Вот, смотрите, да, вот осадочек. Надо, чтобы он так не осаждался на стенке. Ну, понятно, да, что если я мутное сусло залью, то работать с ним не будет сложнее. Вот второй пример. Это просто другая партия, другие вина. И видите, как сусло осветлилось практически прозрачно. Ну, вот от этого осадка мне будет достаточно легко избавиться. Ну, даже просто разница, да, видели? Там, как бы оно все равно еще мутноватое, да, где-то я не доработала, но так получилось. Я спешила. А вот прозрачно. То есть осветлять или не осветлять, ну, как говорится, наше решение. Потому что если нас устраивает мутненько, окей, если не устраивает, мы понимаем, что в дальнейшем нам с таким суслом будет работать неудобно, значит, мы осветляем. Конечно, я могла бы эти сусла не осветлять, но я понимаю, что мне потом будет сложнее с ними работать. И поэтому мне проще осветлить. То есть это случай раз. Второй случай касается как раз-таки белых сосел. Если мы их неаккуратно снимаем с осадка, вот бывает так, красивое было сусло такое вот, оно становится в процессе брожения, я бы даже сказала, слегка такого, может быть, зеленоватого оттенка, такого вот лимонно-желтого. Мы снимаем с осадка, особенно если мы снимали неаккуратно, если мы поторопились, перелили из горла в горло, и несколько лет, скажем так, наступала на одни и те же грабы. И вдруг сусло мутнеет и становится чуть ли не коричневым. И вид у него, ну, честно скажу, опять же, кто столкнулся, тот поймет. Очень не очень. И в дальнейшем оно осветляется крайне долго. И, конечно, лучше ему помочь. И у нас уже произошло какое-то помутнение, не очень хороший процесс. Там произошло окисление, поэтому оно стало коричневым. И от этого нужно избавляться. И тогда надо оклеивать. Такому суслу помогать. Если же вы, опять же, в своих белых суслах видите, у меня на каких-то старых видео было, но у меня не сохранились исходники, так бы я вам показала. У светлых сусел иногда бывает настолько красиво разделяется фракция, вот сверху такая полоса идеально прозрачная, потом мутноватая, такая зебра красиво получается, потом мутнее, мутнее. В принципе, с такими можно ничего не делать, но взбалтывать их не надо. И снимать с осадка бесконечно не надо. Я как-то уже разбирала этот миф, что если мы часто снимаем с осадка, значит, это способствует осветлению. Нет, конечно, снятие с осадка способствует осветлению, но бесконечно это делать не надо. Почему? У нас в сусле плавают мелкие частички. И под своим весом они оседают на дно постепенно. Вот они стали оседать, где-то на середине пути, мы взяли и сняли с осадка. Мы все это взбаламутили. Ну, понятно, что снизу большая мут, а сверху более мелкие частички. И мы эти мелкие частички опять взбаламутили. Потом, опять же, да, по советам, по рецептам, через две недели еще раз сняли. Ну, опять же, все это взбаламутили. То есть смысла в этом нет никакого. Поэтому не спешите, не торопитесь. И в разной посуде, я тоже много раз об этом говорила, в разных емкостях, осветляться может по-разному. Просто высота. Понимаете, упасть частички с такой высоты и с такой, это две большие разницы. И есть еще один момент. Обман нашего зрения. Если мы берем большую бутыль и смотрим туда, то сусло может казаться мутноватым. Если мы из этой бутыли наливаем в бокал или в бутылку, то там за счет того, что меньше объем жидкости, он, наши глаза его воспринимают более прозрачным. Просто имейте это в виду. Итак, в ситуации, когда нам очень надо привезти сусло в коробку, ну, уже вино, да, в красивое состояние, мы хотим его осветлить. Второй вариант. Когда нам нужен розлив, вот те же игристые вины для сидоров, это может быть актуально, и мы его осветлим. И может быть еще третий вариант. У вина есть различные виды помутнений. Я не буду сейчас останавливаться на этом подробно, потому что это отдельно огромная тема, и даже мне, чтобы вам это грамотно объяснить, надо еще раз посидеть, поготовиться и эту информацию вспомнить. Кратко. Есть помутнение кристаллическое за счет образования различных солей. Одна из солей – это винный камень. Вторая – это кальциевая соль винной кислоты. Вот она может создавать помутнение, и вино такое вот там. Я как-то показывала, блестки плавают, как будто тени женские кто-то насыпал. Это один вид помутнений. Бывают помутнения белковые. Наше вино было прозрачным, все с ним было хорошо. Потом это может произойти при изменении температуры. Например, вынесли в прохладу, и вдруг вино стало мутным. Наоборот, в прохладе стояло, было прозрачным, перенесли в тепло, вино стало мутным. Это белковое помутнение. Ну, надо ли от них избавляться? Вопрос эстетики. Ну, и в принципе, конечно, если вот какие-то такие помутнения, уже когда сусло вино, было прозрачным, и потом стало мутнеть, лучше от этого избавиться. Могут быть еще какие-то патологические процессы, повторюсь, процессов много, и мы сегодня на них не останавливаемся. Мы понимаем, что у нас есть случаи, когда сусло все-таки необходимо осветлять. Но остальное вопрос, опять же, хотите ускорить, хотите поторопить ваше вино, хотите привести его побыстрее в красивый вид, без проблем, можно осветлять. Кстати, вот пример сусла. Это урожай прошлого года. Очень долго я его приводила в порядок, если у меня когда-нибудь будет время, я о нем подробно расскажу. Вот это получилось вообще из страшного рыжего-корищевого, такой совсем мути. Получилось вот такой, и был момент, когда оно было полностью прозраще. Но где-то была перьяклейка, и оно вновь немножко замутилось. То есть, ну, видите, да, оно вроде прозрачно, но не совсем такое, как нам хотелось бы. То есть, с этим вы тоже можете столкнуться. Теперь, кто нам может помочь в осветлении? Осветляющих агентов достаточно много. Первый это желатин. Можно осветлять яичным белком. Можно осветлять молоком. Рыбьим клеем. Можно осветлять бентонитом. И также есть еще специальные полимерные агенты, которые также используются для осветления. Вообще, каждый из этих агентов, скажем так, хорош по-своему. Каждый применяется в определенных ситуациях. Те же агенты, которые я сказала, специальные. Есть такой агент ПВПП в поливинил. А дальше мне сложно выговорить эти буквы. Вот он, например, применяется для белых вин, для их стабилизации. То есть, при определенных условиях. Есть еще различные препараты с различными торговыми марками. Скажем так, это больше для промышленного производства. Впрочем, если вам это где-то под руку попадается, там есть инструкции, можно пробовать применять. Из самых доступных, самых распространенных, это, конечно же, желатин, это бентонит, это молоко и яичный белок. Честно говоря, вот против молока и против яичного белка у меня все-таки есть определенные такие вот... я лично их не использую и я бы не использовала. Особенно молоко. Почему? Потому что да, оно работает, оно может хорошо осветлять, но в молоке тоже есть различные микробиоты. И, соответственно, мы ее можем занести в вино. Ну, и кто знает, как дальше пойдет. Тоже касается яичного белка. Очень важно, чтобы вот эти белки были хорошего качества, ну, и так далее, и так далее. Поэтому лично я бы не рисковала. Что касается вот двух остальных агентов желатин и бентонит. Одно время я работала исключительно с желатином. Почему? Потому что, грубо говоря, в тапочках я вышла в соседний магазин и желатин купила. Это удобно. Бентонит продается в специализированных магазинах. Конечно, есть находчивые люди, которые используют бентонит, например, для кошачьих туалетов. Ребят, честно, я опять же не рекомендую. Сейчас про бентонит будет пару слов, а вообще про осветление бентонитом, как его разводить, про некоторые мифы, связанные с ним, будет отдельное видео. В одном все не вместе. Так вот, я очень люблю желатин, но в этом году я стала пользоваться и бентонитом, честно говоря, хотя раньше у меня были к нему предубеждения, в принципе, мне понравилось использовать удобно. Какие есть плюсы желатина, желатин хорошо работает, хорошо осветляет белое вина, по красному вообще быстро хорошо работает. Ну, если есть в том необходимость, повторю, что без нужды лишний раз вмешиваться в процессы, которые происходят в вине, все-таки не нужно. А только тогда, когда действительно в этом есть необходимость. То есть, либо нам надо быстро его привести, еще раз повторяю, либо оно помутнело, оно было нормально, потом помутнело, значит, с этим надо что-то делать. Так вот, желатин, он доступный, он достаточно быстро работает, вплоть до на глазах, но у желатина есть такой вариант, как недооклейка, когда часть веществ, да, она осела на дно, но еще будет суслови, ну, мутноватое. А второе это переоклейка, когда уже вроде бы у нас все прозрачно, вот я вам, кстати, вот здесь эта бутель стоит, которую я вам показала, а вот там переоклейка. Сначала у нас все прозрачно, все хорошо, но потом со временем оно опять мутнеет. Это переоклейка. То есть, такое может быть. И однажды у меня тоже такое было, когда я оклеила, все стало мутным, и, ну, что-то шло не так. И потом, когда я стала добавлять другое сусло, начались вот эти процессы склеивания. То есть, желатин в этом плане, ну, надо попасть в дозировку. Как попасть? Тоже есть видео, я рассказываю про осветление желатином там подробностей. Опять же, любители конкретики. Вот, давай конкретный цифр. Не существует конкретных цифр. Все, запомните это и зарубите себе на носок. Пусть это грубо, но это так. Потому, что разный химический состав вот этих самых сосен, они абсолютно по-разному берут этот клей, и поэтому четкой дозировкой, дозировка, пример, да, от 1 до 30 грамм на литр. Разбежку, понимаете? И вот она будет для разного вина, по-разному. И даже если у нас с вами один и тот же сорт винограда, все равно моя дозировка и ваша дозировка, они могут быть разными. Это вот аксиома, которая как бы не оспаривается. И даже в промышленности, где, казалось бы, работают специально обученные люди, где есть куча лаборатории и всего прочего, есть пробные оклейки в пробирочках, все это делают, смотрят и только так подбирают дозировку. И никак иначе. Все, смиритесь с этим. Нет четких рецептов. Возьмете четкий рецепт, может сработать, может не сработать. 50 на 50. На самом деле даже другая вероятность. Что касается бентонита. Он чуть менее доступен, его надо покупать в специализированных магазинах. И я советую это делать в специализированных магазинах и не использовать кошачьи туалеты. Бентонит, кстати, бывает двух типов, калиевый и натриевый. Предпочтительно использовать натриевый, но, честно говоря, вот я когда покупала бентонит и бентонит. Какой он? Не написано. Теоретически, наверное, все-таки натриевый, который специально для виноделия. Но это не точно. Нигде это не написано. Изначально, когда пользуешься бентонитом, он воняет. Да, он не пахнет, он воняет. Вот прям такой запах земли. Я когда на кухне разводила, муж заходит и говорит, слушай, чем у тебя пахнет? Бентонитом. Но потом, на самом деле, все нормально. Единственное, что если мы будем через пару дней пробовать наше вино, то, да, вот этот землистый вкус, он еще может быть виние. Со временем он уйдет. Чем хорош бентонит, что его передозировать невозможно. Это глина. И она осядет на дно. Сколько бы мы ее не добавили, все равно она на дно осядет. То есть, в этом некоторое преимущество перед желатином. Но есть в плане доступности разница небольшая. И еще, касательно того же желатина, если что-то у нас пошло не так, если мы его передозировали, можно исправить. агар-агаром, он тоже в любом магазине сейчас, ну, более-менее там, не самым маленьким продается в отделе специй. Специй кондитерских всяких штук. Вот, исправляется, и желатин с агар-агаром часто работает вообще великолепно. И вот из мутных, страшных сусил можно получить прям такие вот аж блестящие, прозрачные. И бентонит поверх желатина тоже хорошо работает, тоже можно использовать. Ну, а дальше уже вопрос как бы вашего личного предпочтения. Но очень важный момент не спешить. Если еще с бентонитом мы можем бахнуть дозу побольше, он насядет, ничего страшного, что вот в плане желатина такой не пройдет. Поэтому пробные оклейки нужно делать, хотя, честно вам признаюсь, я не делаю. Я работаю как есть, но я понимаю, что я могу попасть в дозировку. Иногда попадаю идеально, у меня классно получается, быстро, прозрачно. Иногда не попадаю, мне надо добавлять несколько раз. Просто совет, если ленитесь, то лучше добавляйте понемножку. На самом деле вот эта рекомендация 1 грамм на 10 литров это для очень красивых вин. на практике где-то 3-5 и примерно до 15. Опять же, это моя практика, повторюсь, у вас могут быть другие вина, другой химический состав, сработать по-другому. Ну, разбежка примерно такая. Еще можно встретить, что для осветления используют активированный уголь. Да, используют, но активированный уголь обдирает абсолютно все. И его используют для осветления вин, которые затем идут на верму, потому что там надо ободрать цвет, ободрать ароматику, ободрать все. Получить, грубо говоря, водичку. В таком случае активированный уголь действительно сработает. Если у нас вино ароматное, если у нас вино вкусное, то проактивированный уголь забудьте. Бентонит, желатин, либо специальные какие-то есть готовые такие смеси, не пользовалась, но в винных магазинах есть специально обученные люди, они вас проконсультируют, подскажут. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, сусла осветляются по-разному и зависит это от многих обстоятельств. Это первое. Второе. Нужно вмешиваться или не нужно? Решение вы принимаете сами в зависимости от состояния ваших вин, ваших сусил и в зависимости от ваших задач. Третье. Не спешим. Дозы пытаемся по возможности подбирать. И смотрите, поскольку я вам сказала, что бентонит может дать землистый привкус, если условно завтра вам надо ваше вино кому-то угостить, и вы думаете, что вы сейчас быстренько приведете его в порядок, то быстро не приведете. имейте имейте ввиду, что процесс осветления занимает несколько дней, даже если у нас все очень хорошо. И касательно того, что я вам говорила, если у нас страшное сусло, если у нас такие коричневые, ужасные, они исправимы, много чего во всяком случае можно поправить, но на это может уйти время. даже ни недели, ни две, ни три. то сусло, которое я вам показывала, видите, год прошел, оно такое не очень красивое, но это уже переоклейка, а на самом деле, на то, чтобы мне его привести в порядок, у меня ушло месяца три или четыре. Повторю, что особенно светлые сусла могут плохо брать клей, и поэтому нужно время. Так что, если вы столкнулись с тем, что у вас какие-то все было хорошо, потом стало рыже страшное, в общем-то не отчаивайтесь, ну конечно, если вы занимаетесь крепкими напитками, можно перегнать, да, но не спешите вот сразу бежать и выливать и думать, что у вас все плохо. По крайней мере потренируйтесь на том, чтобы довести это вино до более-менее нормального состояния. Да, в таких случаях, ну конечно, могут быть нарушения ароматики, про это повторю, что когда-нибудь может расскажу его историю, там, она очень специфическая, возвращаемся к теме, значит, может быть нарушение ароматики, ну, можно в еду добавлять такое вино, если оно не очень вкусное, да, можно вермутт попробовать сделать, то есть, вариантов на самом деле много, вылить всегда успеете, даже потренироваться с тем же осветлением, пока вы своими вот глазками не увидите, пока вы своими ручками это вот не прощупаете, вам может быть непонятно, поэтому пробуйте, тренируйтесь, ну, не отчаивайтесь, да, не спешите тоже, бить тревогу, что у меня все плохо, все мутно, значит, все пропало, не все пропало, и еще, значит, если ваши сусла были нормально, а потом вдруг помутнили, это может случиться абсолютно у каждого, даже если у вас никогда, вы там 20, 30, 40 лет делаете вино, не надо думать, что с вами это не случится, это может случиться с каждым, вина могут болеть, могут болеть по-разному, если все было так красиво, то в тех же учебниках это бы не писали, даже на заводах такое бывает, где сидят технологи, где куча лабораторий, куча специально обученных людей и постоянный контроль, там тоже это может быть, помутнения могут быть различные, напомню, кристаллические, могут быть белковые, могут быть еще различные кассы, медные и железные, вот когда ваше вино вдруг чернеет, когда на вашем вине появляется пленка, как будто бензин разлили, это один из видов кассов, на сегодняшний день я еще не готова об этом говорить, желательно, если у вас что-то мутнеет, найти причину, тогда будет проще работать, будет проще исправлять, ну и знать, что к этому применить, и, конечно, если вино помутнели, да, там уже нужно их осветлять, нужно им помогать, но в остальном, если все более-менее нормально, если на конец брожений вино мутноватым, мутноватым, это нормально, и ничего с ним делать не нужно, надеюсь, видео было вам полезно, оставляю ссылку на осветление желатином, где я подробно об этом расскажу, через некоторое время, по возможности, я выпущу ролик по осветлению бентонитом, где тоже расскажу, как с ним обращаться, и что делать, на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды, имя контакта, до новых встреч,